МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый опыт для Севастополя. Совсем недавно был сдан подобный объект в Инкермании. С тех пор, отмечают власти паломников, в Инкерманском монастыре стало заметно больше. Речь идет не просто о благоустройстве территории, а обеспечении доступа, по сути дела, к святыне. На сегодняшний день элементарной доступности для того, чтобы прибыл туристическая группа или должным образом приехал, просто горожанин разместился на машину спокойно, имел возможность для отдыха сходить в туалет. Их нет. Поэтому говорить, насколько это актуально, мне кажется, не приходится. Договор о благоустройстве окрестностей Святогеоргиевского монастыря между правительством Севастополя и Симферопольской епархией Московского патриархата был подписан еще в 2016 году. Почти два года ушло на разработку и утверждение проекта. В силу особой исторической, духовной и культурной значимости объекта он попал под федеральную целевую программу по развитию Республики Крым и Севастополя. Приезжая туристы, приезжая паломники, конечно же, они приходят за святыни монастырь, но прилегающая территория она тоже показывает, во-первых, уровень города, статус города и статус самого объекта. Поэтому то, что делают сейчас, это именно союз церковных властей и светских властей для благоустройства такого уникального объекта. Создать парковую зону площадью в 4 гектара обойдется более чем в 227 миллионов рублей. Все средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Отказ от привлечения дополнительных источников финансирования – решение принципиальное. Никакой коммерции на территории не будет. Конечно, здесь не будут распиваться спиртные напитки, конечно, здесь не будут играть на гитарах, петь светские песни и так далее, но тут будет амфитеатр, на котором будут проходить периодически выступления хоровых, наших православных хоров, будут чтения, будут конференции, будет возможность для художников приходить здесь и писать эти виды. То есть это будет такой больше синтез духовного и художественного. На территории работают 40 строителей, 8 единиц техники, при том, что основная часть поставленных задач уже выполнена. Даже специфический скальный грунт не помешал следовать намеченным срокам. Мы выполнили работу по прокладке коммуникаций, смонтированы очистные сооружения, смонтированы пожарные резервуары, смонтированы электрические сети. Сейчас ведется монтаж летнего павильона и посадка цветов. Уже разбиты тротуарные дорожки, их выложат плиткой. Основные же дороги будут гранитными. Также идет подготовка к установке ограждения территории. Это будет металлический забор высотой в 2,5 метра из 115 секций, украшенных декоративными крестами. Сама композиция будет выглядеть минималистично. То есть она будет не навязчивая, не броская. Цвет покраски темный, матовый. То есть она должна быть лаконичная, не брать на себя лишний акцент и вписываться в общую архитектуру всего комплекса. Здесь будут построены 5 смотровых площадок со скамейками и теневыми навесами. А в центре будущего парка – летний павильон. Круглое строение планируется использовать как место для отдыха. Внутри будут расположены инфостенды и обеденная зона. Основа – это металлоконструкция. Стены, наружные стены, они будут стеклянные. То есть это будет видовой, находясь в павильоне. Даже в ветреную погоду, вот как сейчас, непосредственно люди могут комфортно располагаться там. По всей территории высадят многолетние цветы и деревья. В этом направлении подрядчик плотно сотрудничает с Никитским ботаническим садом. Кроме того, для самой компании это один из профильных видов деятельности. В проект будут входить крупномерные деревья. Для них здесь непосредственно вазоны сделаны. Также будут цветочные клумбы высаждены, газоны. Есть даже такие деревья, которые подлежали вырубке, но мы их не вырубаем, потому что мы видим, по строительному процессу их можно сохранить. И зачем рушить то, что можно оставить. В темное время суток парк будет выглядеть не хуже, чем в светлое. В проекте подсветка основных объектов и установка 150 фонарных столбов. Кроме того, здесь установят 30 скамеек, 29 урн, туалет на 6 модулей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, и парковку для автомобилей и туристических автобусов. Но главной достопримечательностью будущего парка станет ее лицо. Четырехметровая въездная арка из инкерманского камня с металлическими воротами и двухметровой скульптурной композицией на вершине. Ее окончательный облик сейчас согласовывается с руководством монастыря, но уже точно известно, это будет иконное изображение святого Георгия, символа святыни. Каждый элемент будет выкован вручную. В течение двух с половиной месяцев над скульптурной композицией придется отрудиться целой команде крымских мастеров. Так как она должна быть акцентом, значит, она будет не только покрашена и защищена от коррозии, а также будет наноситься ручное патинирование цвета старая бронза, чтобы оттенить всю конструкцию, чтобы выделить ее объемные части, так как она должна смотреться как объемная двухсторонняя скульптура. Губернатор Севастополя за реконструкцией следит лично, и его визит на строительную площадку стал отправной точкой для создания проекта второй очереди работ по благоустройству. Во вторую очередь работ войдет строительство дороги к монастырю, демонтаж металлического бака, который сейчас закрывает вид на будущую подъездную арку, и реставрационные работы знаменитой лестницы, ведущей к пляжу. Как именно будет отреставрирована лестница, пока неизвестно, но в планах максимально сохранить ее изначальный вид, форму, размеры, материал. Пока готовится объект, спускаться на пляж можно без ограничений, по привычному маршруту. Я так полагаю, что возможно, как именно временно будет ограничен спуск полностью, но, видимо, это будет не в купальный сезон, судя по всему, исходя из сроков, необходимых на разработку проекта, его утверждения. Я так полагаю, что мы к этим работам непосредственно по ремонту лестницы приступим осенью. И такая большая потребность в этой лестнице в осенне-зимний период, я думаю, не столь актуальна, сколько сейчас. Официально парк должен быть сдан к началу декабря, но руководители проекта планируют завершить работы раньше срока, после чего уже благоустроенная территория перейдет в ведение Симферопольской и Крымской епархии. Редактор субтитров А.Семкин